Продолжение следует... 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 Значит, первое, что мы будем делать, мы бегаем по всему залу, находим любого, кто свободен, подбегаем и хлопаем ладошки. Кого угодно, кого угодно. Нашли, да? Так, все, побежали по всему залу и находим другую ладошку. Так, хорошо, молодцы. Так, вот, видите, уже процесс пошел. Ну, вроде бег, но немножко уже мы туда внесли некоторые моменты игры, и уже дети по-другому бегают. Я сказал, как-то, бегаем, хлопаем ладошки всем. Что получается? Ребенок сразу же, не в пути, симулярный аппарат, ну, разрабатывается, он видит кто справа, кто слева, знает, что ему нужно за здание руки поставить. Если к нему с этой стороны подбегает с такими руками, а он здесь, видно боковое движение, он сразу разворачивается. То есть это уже, вот вам, элемент дзюдо борьбы, да? Где он должен найти нужную позицию, да? Требедь соперника, в нужном направлении. Добавляем к этой разминке новый элемент. Опять-таки, это смешной, у детей появляется улыбка, ну и у взрослых тоже. Хлопок к ладошке, оп, повернулись попы друг к другу. И так же подбежали, вперед подбежали. Давай, Лиза, здесь. Опа! 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 Мы ввели маленький элемент, разнообразие, и уже видите, они все повеселили, и тренер тоже. Он не обязательно там участвует постоянно, он может просто дать задание, а потом где-то, в какой-то момент, просто войти в игру, рассмотреть, и отойти в сторону. И опять постоять, посмотреть. Потом опять войти, и отойти в сторону. Следующий элемент, мы даем возможность ребенку чувствовать своего партнера. Ну элементарно это чувствовать, вот берем или за руку, или захват, вот за кимоно, да? Мы чувствуем кимоно, желательно конечно спросить, чтобы они взяли за кимоно. Вот, потому что чувствую кимоно, захват, значит надо чувствовать. Берем кимоно, и бель, тоже самый бель, но только вот с таким захватом. Можно распределить еще по номерам. Допустим, первый, второй номер. Они определяют, кто из них первый, кто второй. Вот взяли и захватите за руку. Вальпольте. Во время тренировки я говорю, первый номер. То есть первый номер, он просто-напросто тащит за собой второй. Второй расслаблен совершенно. Ну допустим, первый номер, все, и погибаем. Второй номер, и здесь второй номер тащит первого куда-то. Второй номер. Так, вот у нас тренировая работа идет тоже, да? И смена, опять-таки, у ребенка слышит команды, первый, второй, меняется направление движения, то первый начнет работать. Можно усиливать это, то есть быстрее говорим, первый, второй, первый, второй. Они уже будут быстрее менять направление движения. Теперь второе. Мы уже приучаем к захвату ребенка. Два рукава, два отворота, отворот рука. Мы предлагаем ребенку взять захват. То есть здесь и захват кумиката у нас приходит, и мы делаем тая собака передвижением. Опять можно шагом, а можно бегом. Мы говорим, первый номер, то есть я первый номер, я начинаю двигать за собой. Второй номер, второй номер начинаю. Все, давайте попробуем. Поджимай. Все, давайте посмотрим. Второй номер? Ты меня толкать. Ты меня толкать. Второй номер. Второй номер в передвижении. Держи ноги. Хорошо, вот как команда МАТ, ребята немножко направляющие манулись, а ну раз ввязался. Вот у нас, значит, беговая разминка такая происходит. Мы начинаем двигаться и в то же время чувствуем, что партнера у нас происходит. Захват выберем и передвигаемся. Менять, опять-таки, тренер сам в конце меняет, говорит захваты. Вторая там их задача. Взять захват за два рукава, то же самое передвижение, за два отворота. Можно задать задание передвигаться только приставным шагом. Первый номер. Передвижение только приставным шагом. То есть я только приставной шагу. Я двигаюсь только приставным шагом. Второй номер двигателя только приставным шагом ведет его. Я начинаю движение только за ним. Элементарные, на первый взгляд, такие вещи, да, но ему дают возможность ребенку вот все направления, которые у нас есть. В джидо существует передвижение обычными шагами. Это когда вот только что мы двигались с вами, да, вот просто необычные шаги вперед-назад и приставной шаг. Вот мы дали уже вот эти два направления. Движение в руковой момент. Теперь, значит, у нас дети уже немножко прозорили, да, немножко вспотели и так далее. Но нам надо дальше размерить себя и ребенка. Значит, мы даем следующее задание для того, чтобы уже спина у нас немножко размялась, ножки размяли, да, мы как-то руки размяли. Дается такое, можно дать, один из направлений, это опять-таки бег. Все, вы видите, происходит динамично. То есть постоянное движение, тем самым мы разрабатываем выносливость ребенка и позволяет улучшить свое функциональное состояние. Что мы делаем? Выбираем, допустим, одного из ведущих. Ну, допустим, водящий будет. Вот Павел, у нас водящий. Он должен подбежать просто и дотронуться до кого-нибудь. До кого он дотронулся, становится вот такую позицию. Он занялся. Чтобы его разморозить, допустим, меня, Павел, я убегал, Павел дотронулся до меня, дотронулся до кого-нибудь. Я заморозил. Чтобы меня разморозить, мой партнер, ну, любой, кто бегает, он должен прополстеть, не пробежать вот так на коленочках. Я уже разморозился и не могу бежать. Значит, для моего партнера, кто просто бегал, этот вот уже, видите, разминут, спереди, сзади, можно дать по-любому. Можно дать на внимание только сзади надо пробежать, это опять подживает внимание у ребенка, или только спереди. Значит, а учитель стоит и смотрит, кто как понял его задание. Допустим, только на животе проползти, только на спине проползти, да, подним. Дальше можно добавить элемент, значит, если меня заморозили, и ко мне, вот, допустим, я показываю, Сансей Низами заморозили, и он стоит. Можно добавить элемент, значит, не просто подойти, вот, разморозить я могу, а я, допустим, должен встать вот здесь вот так, чемоданчиком, а он должен сделать ковырок через меня. Сансей Низами делает ковырок. Все, теперь он разморозился. Мы даем элемент акробатики в производной форме, и этот тоже разморозился. Ну, давайте попробуем сейчас просто два варианта. Один вариант, это проползти на на животе, а второй вариант потом чуть поменяем, я буду сделать ковырок. Кто у нас в одессе, вот Павел, он будет в одессе, все. Павел будет, ну, будет. Так, вот такой шаг, он уложен. Добро пожаловать на наш канал. Теперь, чтобы разморозиться, нам надо что сделать? Помните? Да. Давайте мы так сделаем попроще. Чтобы разморозиться, мы должны подбежать к своему подъему, до него дотронуться и вдвоем сделать ковырок вперед. Вот он заморозил, я подошел, дотронулся и мы заморозились вдвоем. Все, мы разморозились. Побежали. Все понятно? Да. Все, мы заморозились. А где Олега? Вон! Опять? Опять? Так, вот элементы Карабачичи вразили вразнику с выговором. Давать можно здесь на ковырок назад. Подъем разъекомности можно взять через плечи. Через плечи, колесо можно дать задание, чтобы... То есть буквально по 30 секунд давать водить, и меня 30 секунд, 3 минуты выявили 5 акробатических элементов. И дети уже в акробатике разъедутся. Еще раз такое, да? Это не монотонная работа, как просто акробатика, и они просто ползут. А функционально мы их развиваем. Они играют, бегают, прыгают, приселятся и так далее. Значит, происходит процесс постоянной работы. Побегали, попрыгали. Теперь дальше. Значит, один из вариантов... Обязательно... Все знают, что УКЭМИ одна из важных частей дизо, да? Умение правильно падать. Не научим правильно падать, не травмим и так далее. Но УКЭМИ это еще очень хорошая разминка. Просто сама по себе. Так как мы ударяем руками, это все разминается. Руки у нас, верхний плечевой пояс, спина, поясница, ноги, живот, все, шея разминается. Вот один из вариантов производства, значит, разминки УКЭМИ. УКЭМИ. На кнопочки становимся друг перед другом. Значит, ладошки плотнули. Можно начать просто с обычного переката. Плотнули ладошки, просто перекат. Поднялись. Плотнули ладошки, перекат. Уши руками это назад, да, подготовка. Второй вариант это уже с хлопком, полностью уши руками. Плотнули. Плотнули. Вот. И игра. И УКЭМИ. То есть разницу, допустим, можно сразу увидеть. Просто дать ребенку задание. Так. Вася. Вещь сразу УКЭМИ. Он два раза сделает, и ему потом неинтересно сами. А когда он с Питей делает это, Вася может быть уже неинтересно с одной стороны, но Петя все время поднимается. И Петя наставит. Вася, ну клопни мне. И Вася, хочешь не хочешь, приходится все-таки клопнуть ему в ладоши, для того, чтобы сделать. Давайте парнем вот так. Найдите себе партнера. Где вы хотите выполнить это задание? Да-да-да-да. Давай со мной, что хочешь. Можешь из рук с ребенком, как хотите. Вася, давай. Подальше, подальше. Подальше, подальше. Подальше, подальше. Можешь, будешь очень много. Подальше. Да, что-то началось. Давай. Вот есть, мое. Сетка. Ах-ха-ха-ха. Все, ну одно. Вася, думаю. Видеют. Сейчас, я могу сделать. Где-то. Не могу сделать. Сетка. Вася, что лица. Вася, опять-таки. Вот мы с вами провели вот такое. Здесь можно давать разные варианты. Можно давать вариант, значит, ёпку в камень, падение на бок, да? У нас тут зазор присущий. Значит, можно давать вот в таком положении. Зеркальный становится, вот так. Клопок-то очень близкий раз. Упали, поднялись в исходное положение ручки. То есть мы, опять-таки, это игра. Да, ребенок поднимается, он с партнером, он чувствует своего партнера, он хлопнул, упал на бок. Потом поменяли ноги, там в другую позицию встали, хлопали, упали в другую сторону. Можно начинать с сидячего положения. Можно начинать с такого положения. Вот так садятся зеркали. Плопнули, куда-то, где-то поменьше, да? У Кэми очень хорошо разминает. Подняться, упасть, подняться, упасть. Всё, уже, в принципе, не надо ничего. Никаких вращательных движений таза, никаких наклонностей. Уже можно этого не делать, потому что мы уже всё размяли поясничку и и так далее. Так, вот у нас, значит, шпиты. Я сейчас вам покажу некоторые варианты. То же, как с обручами можно... С обручами, вот, именно с этими элементами, можно делать некоторые задания. То же у Кэми или чувства у партнера, значит... С помощью обруча. Смотрите. Значит, вот мы надеваем обруч. Это тоже, как может быть, разминочный вариант. Ну, так уже не совсем размынка, но и, в то же время, подготовка к передвижению. Значит, я держу обруч. Моя задача дотронуться, видите, вот так, до обруча. Задача... То есть, чтобы я дотронулся у него. Задача моего партнера не дать, чтобы я до него дотронулся. Ну, допустим, вот, Кэджи мой команд. Вот видите, я... Передвигаюсь, да, а он держит всё время. Ну, я дотронулся, но он как будто бы электризуется, и он должен отскочить быстренько. Я могу быстро это делать. Вот я могу побежать, а он должен... Я могу пару назад, а он должен натальгиться, да? Такое упражнение позволяет... А вам не вылезать? Нет, вылезать нельзя. Такое упражнение позволяет тоже чувствовать, значит, динамки, контакты и так далее. Ну, вот, может, у нас три обруча, можете взять там по очереди, можно попробовать. Ребята, давайте со мной попробуем. Вот взяли, да. Сейчас скажем, попробуем. Двигайся, двигайся, двигайся. Не успеваешь. Ну, двигайся, двигайся. Успеваешь? Да. Да, я не могу динам. Ну, дай, да. Находи, находи. 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 Ага. 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 Поехали. Я, ты. Я, ты. Я, я, я. Давай, девочки. У вас есть девочка, мои девочки. Видеть, ребят, здесь можно. Верни. Так, вот, иди. Иду. Давай, Оля. А мы что-нибудь будем делать? Ну, пока что-нибудь. Просто один. Просто один. Что ты меня чинишь? Ух ты! Что он здесь валяет? Настоящий раз ужин. Да. Вы меня не разрядите. А? Если мы лучше полегаем. Да, да. Матэс! 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 Хорошо. Давайте руку. Так. Следующее. Задание. Вот у нас разминка. Она идет. Она очень разминка. Но еще. Видите? Она постепенно переходит в некоторые элементы, которые уже непосредственно не будут. Контроль захвата был уже. То есть мы отработали захват. Кумикат отработали передвижение. Тай собаки. Мы уже двигались и приставными обычными строгами. Мы уже сделали ухэминг. И в то же время разминать. Мы уже сделали вот эти комбинации движения. Уходит там. То есть свиньи атаки. Потому что это круг. Это своего ногу уходит свиньи атаки. Уходит атаковать. Вы там будете влево-вправо. Надавите себя. Хорошо. Теперь. Но опять-таки это все. Значит. Тренер подскажет. При ковырке. Да. Если он видит, что ребенок не особо делает ковырок. В принципе он может просто перекатиться. Но вы можете пойти и его немножко подсказать. Как-нибудь сделать ковырок. Вот. Ребята уже практически все умеют делать ковырок. Хорошо. Теперь. Значит. Переходим к следующей стадии. Это. Как мы перейдем к основной стадии. Допустим. Как можно также в игровой форме преподать. Асайконик. Да. Удержание это делает. Обычно. Вот. Ну. Достаточно. Может быть не очень интересно просто ребенку. Вот. Каждый раз там. Делать вот такую асайконику. Давай. Покажи. Ёху. Вот так. Прижал. Или так. А дать игровой метод. Правда. Асайконик. Ну. Значит. Если ребенок не знает. Как ее видосельковить. В принципе. Просто можно говорить. Вот. Прижать его вот таким образом. Или прижать с той стороны. Со стороны головы. Сбоку. Сверху. Сейчас я вам покажу. Один вариант. Значит. Как можно в игровой форме. Сделать. Ёху шикагатами. Ну. Удержание с поперек. Где-то. Кайхоз. Что-ли. Камень шикагатами. Со стороны головы. Сделать. Сбоку. Вот. Один из вариантов. Камень шикагатами. Держаем со стороны головы. Мы сели. Затлетчики берем. Толкаем. Накрываем. Значит. Мы вырабатываем. Мой. Наш партнер. Он. Укрепляет. Мышцы. Мышцы живота. Я отрабатываю. Я отрабатываю. Сейкоми. Быстроту схвата. Зажима. Как бы. Захват. Толкнул. Прижал. Толкнул. Прижал. У меня руки тоже тренируются. Потому что я должен потянуть. Но конечно же мой партнер не сопротивляется. Толкнул. Толкнул. И видите. Слезы забирая руки. Прижимаем. Давайте ребят. Можете попробовать. Это упражнение. Кто хочет. Так как укрепиться. А взрослые тоже могут делать другую попробую. Чтобы это укрепилось. Заветно. Один толкнул. Он подлежал. Штаряк. Заветно. Давай. Ладяц. Не спаривайте камни. Не спаривайте камни. Нет. А Марк пойдет. Почему на перейдите. Вот так. Вот так вот. На колене. Ваня. Толкнул. На колене. Приезжал. Приезжал. На перейдите. Мы заняли. Прижимаем. Нужно. Ручки не видно, все ли я надо. Едем весь. Так, так, давай. И поясок. Нет, рука вот здесь. Смотри, Аня. Молодец. Или череду. Вот он может здесь просто даже, если он не знает, потом он признает. Он знает другой. Здесь толкнуть, здесь толкнуть. Делать стороны головы какой-то цветной. Попробуй. 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 Все, встал. Обязательно. Размой, друзья. Сделайте, подальше. Вот. Ну и просто. Попробуй. 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 Попробуйте, я думаю. Толщусь на себя и лично его. Всё. В процессе есть. Так, хорошо. Ребята, садитесь. Молодец, Павел, побегал. Хорошо. Так, а вот ещё один вариант тоже с осветлением. На что обратить внимание? Не обязательно, если ребёнок даже не знает, что такое осветковое удержание. Здесь принцип не в этом. У нас же игра, да? Мы не заставляем его чётко руководить. Когда он сделает 200 раз, он потом увидит всё равно. Этот, этот, подошли где-то, подриховали. Задача просто. И лёгкий лёгкий. Всё. Дёрнул. Лёгкий, прижал. Как угодно. Пусть он прижимает как угодно. Его партнёрка пресс. А я скорость реакции начинаю лечь. Потому что в партнере, когда мы боремся, очень важно быстро закрыться опять. Так. И второй вариант. Допустим, делать ёху-шеф-катальгу. Держание поперёд. Такая же позиция. Только мы берём заду ключа, смотрите, я поворачиваю к себе. Видите? Он ложится мне на руку. Разворачиваю. То есть заду ключу я толкаю и кладу к себе на руку. Немножко не совсем на себя, да? Коталка. Чуть-то для динам. Всё. Вот вам. Уже ничего не надо ребёнку объяснять, что рука идёт под голову. Вот так и так кладём. Влево. Вправо. Мышцы спины, живота. Всё. Ноги работают. Укрепляются. Не надо обязательно, не надо после этой нагрузки, после того, как он выполнил двадцать раз, не надо после тренировки говорить ему иди теперь двадцать раз к ноге пресс качать. Он уже так его накачал. Что ему больше некуда. Понимаете? Для ребёнка, да? С одной стороны. То есть ему не надо уже в этой монотонной нагрузке пресс качать и так далее. Для меня не надо, допустим, какую-то дополнительную нагрузку, чтобы я там руки... Потому что я уже потянул. Уже рука работает. Сюда и сюда. Руки уже работают. Постоянно. Нагрузка физическая. Достаточно большая. Можете попробовать. Просто поделать. Ребят, это упражнение по пять-шесть раз. Да. Смотри. Слушай, ты хочешь поехать и давай. Попробуйте. Ну иди по кругу. Ну иди по кругу. Ну иди по кругу. Ну иди по кругу. Вообще-то неудивый, кстати. Да. Аплесент? Да. 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 Нет. Да, да. А, за хрон. Сразу нахрен. Ну иди по кругу. Орудь. За другую плечу. А, да. За другую плечу. Да. Да. А я очень люблю. Ну иди по кругу. Ну иди по кругу. Ты подожди. Вот. Иди по кругу. За другую плечу. Иди по кругу. Попробуй. Нет. Хорошо. Попробуй. Берем. Берем. Раз. 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 И ноги тут. Как ты за твою плечу? Да. Да. Чего. Все. Попробуй. Снова. Вот. 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 И сразу. Да. Волоку. Волоку. Да. Волоку. Держи. Один из тех пор. Вот как вот. Вот так вот. Вот так вот. Рука вот себя стоит. Вот так вот. Рука стоит. Рука стоит на плече. Да. Попробуем, сделаем шаг для детей, влево-вправо, заднюю шагу. 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 Попробуем, сделаем шаг для детей, влево-право. Задача соперника, допустим, уже можно сопротивлением не дать. То есть мы уже сопротивлением работаем. Все, не за ней сопротивляется, да, вот такой паркер. Он уже не дает, чтобы его потянули. Да, а я должен уже, значит, в силу привозить. И в то же время он уже сразу должен, если даже я его толкнул, он должен уже уходить, а я не буду его прижать. То есть это уже сопротивление идет. Вот ему работа конкретно по заданию, как уже применительно в борьбе, где уже никто не поддается, уже более-менее применительно в борьбе. Или этот вариант, тот вариант, вот он, за борьбой. Можно по заданию, по 10 секунд, 15, по 20, по 10, по 10. Вот уже основная часть этой проблемы. Теперь вот тоже вариант, который можно сделать тоже. Значит, в игровой форме, допустим, мы давайте быстро снизу сейчас разделим на две команды. Давайте разделим на две команды. Так, вот все команды. Раша команда. Сейчас 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эта? Вот здесь становимся, а одна команда здесь, другой команда так. Как ты стать это? Видите, да? Одна команда здесь становятся, другая команда там. Вы сюда, ваша команда сейчас, команда синяя В колонну-то по одному встали Так, вот мы делаем, допустим, до вот этой зоны Значит, мы одного из команды, опять, мы сейчас изучаем освекоми Сейчас мы в изучении освекоми сразу выносливость, быстроту, гидкость, ловкость и все остальное Вот берем одного из команды, сюда, где-то, то же самое Возьми, возьми Один Один Возвращайся Один Один человек, я сказал Один человек, курсет, приходит, положит Один Только ровно, ляг Вот, смотрите, у нас лежит один человек А вы, соответственно, стоите, вот видите линия, как у нас, да? Так, визуально, вот она, ления Вот она, ления не заходит По команде Хаджиме Наша задача добежать до партнера Зафиксировать на телефон Встать, вернуться обратно Передать эстафету Второй побежал Только тканищик катания Значит, а тренер вам следить за тем, что правильно или неправильное дело То есть только со стороны головы зафиксировать Можно немного сейчас усложнить Сделать это таким образом Так, что если вас кажется, что мы сейчас сделали, да? Вы подбегаете вот такой плотно, видите? Столкнулись к ноты, и он опять поднимется Убежали эстафету, калитали Давайте публику попробуем Сейчас так? Да Стали друг за другом Т.е. столкнуть за плечи и сердце Вхаживаем Вхаживаем Т.е. Играет музыка Играет музыка Ну вот, значит, это как эстафета, да, можно применить, как в соревнованиях Варианты могут быть разные, могут быть, варианты вообще, она может быть длинной эстафетой То есть, допустим, вы провели круг, следующий бежит на его место, ложится, тот пробегает, и так далее Варианты могут быть на сайт-коме совершенно разные Удержание сбоку можно просить, то есть, он там лег, допустим, в таком положении, он там лег, тоже вот так Задача подбежать, зафиксировать сай-коме сбоку Можно добавить к этому Садись, остановись, пожалуйста Можно добавить к этому уходы с удержанием Также в эстафетном порядке То есть, подбежали Взяли сай-коме Партнер должен обязательно вас перевернуть Очередно, переварь Вас перевернул Вы встали Взгущали перед эстафету, следующий берет Этот работает на перевороты Можно слева, справа просить, чтобы делали Вот наполнение Все бегают, все У них уже вырабатывается нефть Кто быстрее, и так далее Они все вроде в движении, радостные Делают задание Теперь, следующий вариант тоже По сай-коме Вот видите линию Ребята, вот контроль Контроля нет у вас, да? Линию пересекли Значит, уже не контролируете линию Надо быть внимательным Следующее задание тоже На сай-коме Можем делать таким образом На четверенье Вот, просится Партнеру встать на четверенье Как с этого положения Допустим Так, у меня это вы Вот здесь на четверенье С этого положения Перед комки Ну, вот такое техническое действие За два рукава переворот, да? На сай-коме Ну, просто так на месте Тоже не очень интересно там переворачивать А мы сейчас будем делать это Допустим, в движении То есть, мы их взяли Толкнули Зафиксировали Он туда перекатился Встал Толкнули Фиксировали Перекатился Встал Толкнули Зафиксировали До конца сделали Обратно пришли Это можно давать уже Не как, кстати, это просто Как тренировка Вот, допустим, по парам Попробуйте, да? Просто по парам встали По два человека Кто с ним? Попробуйте Все Стой Задверь Подтяну Переверну Давай, держи Перематчик Попробуйте Не, не, а, держи По правилам Валю За дверну Дальше, дальше Дальше Состоянно валяется Валяется И не скрывая Поехали! Давай-давай-давай Идите, поменяйте Я другой делаю Да-да-да Спасибо Нужно одну ногу держать Конечно, разные Нужно переворотов Да За две ноги, за руку Да Получается что? Как тренера Да ты сейчас не обязательно его приучать Можно ему просто Это игра Он упалкает Учать на него Учать на финансовом стейке Это упражнение Не обязательно Замком делать Главное Мы его Переворачиваем Как у него Прихват У каждого Ребенка Своя физиология Приклада Мы его потом Вот сюда А если он взял Он приучается к тому Что задача перевернуть Нас не зафиксирует Все Да И вот он приезжает Как только на спине сплотнее Как только на спине сплотнее Все начинает И в таком процессе Эстафеты можно Кто быстрее Зафиксирует Кто быстрее Кто быстрее Дети все Движение Проходит И вот Теперь Следующее задание Тоже Посмотрите Игровой метод Но Бывает Что у нас в парте Репрессует Что у нас в парте Репрессует Бывает Упал соперник А мы даже Ничего не делаем Ну вот Игра И в то же время Значит Освлекаем Ну Это в принципе Многие делали Значит Когда я с этой стороны Должен допустим Обойти ноги Да И зафиксировать На осой коме Но На осой коме Допустим Для детей Достаточно сложно Можно делать Мы делали Вот у себя в клубе Значит Задача Элементарная Дотронуться до головы То есть я должен Дотронуться до головы Я Одержал победу Мой партнер Не должен дать мне дотронуться То есть даже если я тянусь руками Он должен руки блокировать Мне Да Можно Ну Моя задача Дотронуться до головы Как лететь Я бегаю Туда Сюда Один вариант Второй вариант Головы И На стол Ой На живот Тоже В борьбе бывает Бросок Акнер упал на живот Значит Он защищается Я атакую Моя задача Дотронуться до ног Его задача Не дать мне дотронуться до ног То есть я должен А вот только на животе Да У меня висит с тронуться Должен дотронуться до ног У меня до белька Дотронуться до ног Все Я держал победу Это еще опять-таки применительно к борьбе Вроде игра Ну что-то Вот можете попробовать Давайте попробуем Моя задача Можно На животе И если Друг головы Дотронуться до ног Я Не 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Тоже очень простой и игровой метод, ребенка тоже не всегда хочет завязывать или не завязывать, мы приучим его сейчас правильно завязывать прямо надевать, как приучить, да? Развязали пояса, и бросить пояса, не в одну еще, в разные стороны, в разные стороны, вот так, в разные стороны, вот так, вот смотрите, видите, у нас пояса валяются, вот такая игра называется. Наступи на пояс или не дать наступить на пояс. Смотрите, мы это делали тоже, видите, откуда, да? А, ребята, знают, что это. Вот мы берем захват, можно опять любой захват, попросить взять сумикаты, за два отворота, два рукава, можно говорить, смена захвата в процессе, так и так далее, это уже сам тренер может это говорить. Первая задача, наступить на пояс. Я должен наступить на пояс, и мой партнер должен наступить на пояс. Но кто больше на пояс наступит, кто-то победил. То есть если я наступил... А на любые? Да, на любые, это надо двигаться, и на любые. Чем больше поясов мы наступим, но в то же время мой партнер тоже хочет наступить на пояс. Но я не должен, если он хочет наступить, вот он бежит к поясу, я не должен дать ему наступить, а сам должен наступить. А сам должен, а там не должен наступить. Видите, у нас происходит передвижение, и мы двигаемся по всему татами, пытаясь как можно своих поясов найти и на них наступить. Давайте попробуем. Подождите, я не захватываю. Ванька, камни. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Курок. Молодец. Сладчик. Сладчик. Постоянная динамика, быстрота реакции, не дать сопернику сюда обойти на этот захват, на этот прием, и вот мы его двигаем так. Второй вариант, тоже достаточно, мы немножко меняем, это наоборот. Значит, заставить соперника наступить на пояс. То есть я должен обязательно заставить его наступить на пояс, я должен его толкать руками и постараться. И он меня также должен, то есть обоюдно, или он меня толкает и я его толкаю. Моя задача ни в коем случае, если он меня толкает на пояс, я должен перешагнуть его. Но он может меня не просто толкать, он может меня на камеру и не дать сюда делать. Но без бросков это все делается, без бросков. Давайте попробуем. На пояс выступать нельзя. Паджиме. На пояс выступать нельзя. На пояс выступать нельзя. Аккуратно толкать нужно. Вот вам еще один вариант, чтобы щит поменять. То мы наоборот к себе его все время, да, потому что мы пытались сянуть, но теперь наоборот мы его толкаем все время от себя, так как защита или атака, вот у нас поменялись направления, тоже применительно к пальбе, да, все идет. Значит, здесь можно добавить, кто проиграл, может кто-то там, допустим, да, этот шумакин и так далее. Да, можно поменять, можно на одной ноге прыгать, поменять ноги, захват за рукава, за два отворота. Вариант можно, смотрите, меняем захват, вариант захват за пояс, обоим, захват за пояс передвижением тоже так заставить или сами наступить или заставить. Вот смотрите, когда мы завязываем пояса, то юные дзюдоисты учатся правильно одевать им. И своего рода сразу идет отдых. Мы вроде отдыхаем. Вот, теперь, там вот эти софеты, которые мы делали по две команды, они тоже применительны к чему? Потому что можно это все делать и так же применяя технику стойки. Одно дело мы изучаем, допустим, бросок у Боши. Мы его изучили, там, бросок через четыре, да, захват. Мы успели его изучить, мы не знаем, что вот он будет так прыгать. А другое дело, это, мы говорим, так, здесь надо пятьдесят бросков. Ну, соответственно, дети, в большинстве, сравнили, три броска, четыре, а потом болтарнявые. Как сделать так, чтобы он сделал все свои пятьдесят бросков? Телесон. На две команды, на три команды, по четыре, по пять человек. Один становится, на сцене, на сцене становится там, а вот моя команда. Ну, давай, стань. На иди, вот туда. Вот мы показываем, да? Значит, опять-таки, наш партнер, он не сопротивляется спокойно. Наша задача не быстро его бросить и сильно, а наша задача просто выполнить, допустим, кто-то не успел. Вот, опять-таки, я бегу, у Боши, подбегаю, выполнил бросок, убежал. Передаю стопетам. Следующий побежал, выполнил у Боши, да, убежал. Можно давать несколько вариантов. Можно, как у Чекоми, доступ, без броска. Можно с броском. Вариантов куча, приемов куча. Можно давать, и вот они будут пробовать делать. Ребенку можно так же давать. Сейчас попробуем, просто дети, выполнить этот вариант. Можно ребенку давать элементарные такие вещи, как... Не обязательно ему прям показывать, что ты должен ноги внутрь. Но, просить, если, допустим, мы делаем бросок вперед, просить, чтобы наш партнер, который стоял в конце, он стоял вот уже вот так, готов. Для того, чтобы нас не нашел, нормально взял бросок. Вот. Игровой метод. И уже понятно, что в любом случае ребенок выполнит 50-30 бросков, потому что он туда-сюда будет бегать. Они, если еще меняются, то есть первый сделал, второй сделал, третий. Вот вам все 40 бросков за тренировку они сделали. И играючи, они даже не поняли, что они сделали. Но они выполнят. Менять можно все приемы всеследствие. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Хорошо. Теперь. Вот тоже игровой метод для отработки приемов. Давайте вот так встанем. Коридорчиком. Знаете, как коридорчиком становится? Да. Вот давайте. Кто знает, становится. Вы не говорите, Марк идет сюда. С вами попьем. Напротив своего партура. Да, да, да. Вот так. Нет, куда? Ой, ты забыла? Ой, нет. Вот у нас коридор. Вообще, в принципе, всю тренировку при отработке бросков, вот это идеальное положение на татаме, когда выстраиваем коридор. Это самый идеальный вариант, потому что здесь четко, допустим, сансей видит, что происходит на татаме. Да? Кто, кого будет бросать. Значит, смотрите. Первое задание можно делать. Партеры. Садятся спиной к спине. К спина к спине садимся. Ножки вытягиваем вперед. А, ну это что ли, а здесь к заяцам? Нет. Ноги поставили, все уперлись. Тоже, как тренировка, да? Ноги уперлись, да? И кто, кого вытолкнет спиной? Лево или право? Лево или право? Да, и ноги. А? Руки помогают, ноги помогают. Кто, кого вытолкнет, вперед-назад. То есть, один толкает в воду, с того, другой, другу. Вот попробуем. Поджимаем. Толкаем. Кто, кого толкает, вперед-назад. Толкает, направим. Толкает, направим. Толкает, направим. Билайк, ты что так делаешь? Вот это? Вот это. Ну вот. Это одна из раздавительских тренировки ног в такой игровой клубнице. Теперь смотрите, есть такое задание еще. Особенно в клубах есть одна стена и другая стена. Да? Значит, смотрите. Ну и сейчас, допустим, сделаем. Ух ты! Вот так. Вот это одна линия. Вот здесь вот идет. А вот здесь, допустим, другая линия. А вы ее уже прошли. Вот другая. Так же, садимся спиной к спине. И вот упражнение называется «Зайцы и кролики». Я не могу вытянуть, потому что ножку видно. Вот смотрите, кто ко мне лицом сидит, это зайцы. Кто ко мне спиной, это кролики. Когда сансей говорит, допустим, зайцы. Кто у нас зайцы, вы тут по мне. Вот. Когда я говорю зайцы, зайцы должны быстренько встать на клоточки, вот так, как собачка, и добежать до своей линии. А кролики должны их поймать, не дать, чтобы они убежали. Если я говорю, допустим, сансей говорит «кролики», значит, смена действий. Причем, воня, троих слоев, сансей может говорить, когда угодно. Зайцы, кролики. Сразу реакция должна меняться. Ну, давайте попробуем. Сели спина, спине. Зайцы, кролики, стоп, стоп, стоп. Стоп, кролики, верно. Дальше вот этой штучки не убегать. А кролики должны... А где сайта, где сайта? Кто у нас кролики? Тролики! Дайте! Тролики! Дайте! Вот такое упражнение тоже достаточно хорошее. И для развинки, и для возможности поймать тебя тоже. Можно менять по-разному. Можно на спине, на животе, волском, ковырком и так далее. Все по-разному, да, можно делать? Хорошо. Все, коридорчиком опять остановимся. Да, вот у нас, значит, мы при притаскиваем мячик. Не надо, я сейчас расскажу. Задание с мячем. Мы все выглядят играть футбол. Как коридорчик ровный только. Две линии ровные. Одна линия вот стоит, вторая линия, да? Не обязательно по линии встать кроссера. Ваша релья тоже будет ровная и здесь ровная. Значит, на примере приема, который называется, допустим, осота-тошка. Задняя подножка. И мы просто здесь в центре покажем, а потом мы попробуем. Осота-тошка для задней подножки мы делаем с таким образом. Зайти назад может выстроить, да, осота-тошка и поставить сюда и выбить снова. Но многие дети начинают путать и не знают, какой ногой встать, какую ногу поставить, где поставить, как ее надо туда поставить. Особенно осота-тошка, да, когда надо ногу сюда и выбить, как следует. А это все, в принципе, футбол. Как понять футбол? Покажем. Вот мяч, да? Как футбол сделать? Подбегает, убьет по мячу, правильно? Значит, у меня нога подошла, и вот он бак ногой. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот я ставлю мяч. Ну, допустим, я с вами выполняю упражнение. Я должен подбежать, но только мимо мяча. Не по мячу, мяч у меня как ориентир. Да? Я подбегаю, сребляю ногой. Раз, сребляю. Подбежал на свое место. Теперь вы подбегаете. Хорошо, подбегаете. Теперь другой ногой. Все, и смена идет. Один, другой. Понятно? Стоп, 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 стоп. Сейчас мы... Вот мячик у нас есть. Кому мячик? На, туда, по одному мячику поставим. У кого мячик нет? У кого мяча нет? Вот можно поставить за чуть-чуть ориентир. Поставим, поставим. За первым. Мячик не должен шевелиться. Все, давайте попробуем. Раз, два. Браво. Мячик нельзя пробовать. Комнатин. Что это такое? Давай, нормально. Браво. Нормально. Браво. 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 Мы приучаем его, что он должен подбежать и с наружной стороны. Не между ноги пропустить, а с наружной стороны. Теперь смотрите. Теперь мы включаем уже своего партнера в эту игру. Каким образом можно включить своего партнера? Подбегаем. Раз, ударили. Подбежали. Убежали на место. Мой партнер делается. Подбежал по мячу, ударил раз. Подбежал до меня. То же самое выполнил удар. Видите, у человека уже вырабатывается прямая нога, здесь прямая нога. Он подбежал туда. Прямая нога. Здесь захват. Прямая нога. Подбежал на место. Теперь вы не можете прийти. Это не дело в своей карте. Попробуем. Отжимать. Попробуем. У. 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 Хорошо, матэ. Понятно, что мы сегодня с вами не рассмотрим все досконально. Просто я даю это направление, которое можно обрабатывать. Теперь смотрите, следующий прием, который тоже можно защищать с помощью мяча. Есть такой прием на олче-гаре, зацепь изнутри, подвысканную ногу, под разноименную и так далее. Смотрите, вот олче-гаре, зацепь внутри. Основной прием раз, вот он зацепь, и убежали назад. То есть мы приучаем ребенка поставить ногу. Вот именно, потому что многие дети ставят ногу, и все. А надо приучить его, чтобы он зацепь сделал, и убежали назад. Второе дело, подбегает, раз, убежал назад. Левой, правой ногой, смотрите, мы это делаем и убежали. Хорошо, поднимаем. Хорошо, поднимаем. Хорошо, поднимаем. И здесь опять добавляем только с партнером. Только что мы просим обязательно. Если я выполнил вот это движение, и ушел назад, я должен стать обязательно ножки шире. Простите ставить ноги шире, чем плечи. Почему? Потому что для детей это очень важно. Ну, вообще, это же по-быше движение. Потому что мы изучаем данный прием. Мы даже тут будем помогать, чтобы у меня была возможность нормально зацепить ногу. Значит, вот мы добавляем здесь. Раз, отбили, ножки поставили. Подбежали, то же самое сделали. Можно с падением, можно просто показали. Можно делать с падением бросов до конца. Но, опять-таки, мой партнер не сопротивляется. Смотрите, делайте. Раз, и подбегает ко мне то же самое. Все, убежали назад. Я встаю. Я встаю. Да, только без сопротивления. То есть и сцепили, толкнули. Все, я делаю кремик правильно. Я отрабатываю кремик, вы отрабатываете уже с маневрами. Давайте попробуем. Уже добавим. Нажимаем. Зачем ты видишь? Трону мягче, значит, уже одно замечание. Изнутри. Изнутри, изнутри, изнутри. А потому, знаешь, почему не правильно? Подай в тюнику, если не смотри. Ты стал так, что там не мягче. И поставь вот прям вот еще шипик. Вот. Тогда ему будет понятно, что он не туда побежит, а он побежит туда, в середину. Чем шире ваш парфел ноги сами, тем поднять ему будет, что куда-то сделать. Так, хорошо, модель. У нас обратить внимание, смотрите. Когда мы делаем такие приемы, которые идут у нас не внутри ног, или мы должны встать внутрь ног, тогда мы просим нашего партнера встать как можно шире. Для того, чтобы приемы нам было понятно, что мы сюда должны забежать, внутрь. Когда мы делаем приемы, которые делаются не внутри ног, тогда мы просим нашего партнера, чтобы он встал, ноги вместе. Тогда понятно, мы уже не сможем ничего здесь делать. Мы уже тогда при асототоши, когда мы отрабатываем, значит мы уже будем делать асототоши. Понятно, да? Это обязательное условие для того, чтобы ребенок болен. Как его все-таки, когда вы скажете, делаем оучигарик, а его партнер стоит ноги вместе. Как я сделаю оучигарик? Поэтому учениц, он не поймет, трудом, ничем не делает, не занимает его. И к борьбе он начинает... Вот поставили вот так, все. Так, это мы сделали. Хорошо. Пельменички убираем и еще сейчас... Еще вот у нас элемент, значит, тоже с пейсами связи. Можете пока развязать, но держать у себя пояса. Вот так же пройдем Есть приемы, которые делают изнутри ног Это надо приучить ученика, чтобы он видел, когда у соперника ноги так и когда так Вот смотрите, видите, я поставил две линии Если я внутри этой линии, значит приемы пойдут только снаружи ног Если я за этой линии, все приемы пойдут только которые будут идти изнутри ног Все просто, с помощью пояса выполняется Вот допустим, длина пояса достаточна для того, чтобы сделать два приема Я прошу своего партнера, допустим, или учитель говорит Асо Татоше, идем внутри пояса Ребята, встаньте слева и справа Слева и справа, встаньте пожалуйста Не-не-не, отойдите, чтобы я мог слева Чтобы не упали мы на вас Марк, тоже отойдите, чтобы не упали Вот, значит мой партнер двигается внутри пояса, видите? А я иду с одной стороны пояса Я не наступаю на пояс, а вступать нельзя или с другой Значит я вот эти броски все буду делать, видите? Как раз с Асо Татоши Асо Тагай Теперь смотрите, как это применительно к борьбе, уже к отработке Вот мы пошли Линии можно поправить Это в то же время и игра для ребенка Пройти по линии, не наступить на пояс Можно делать уже ускоряясь, то есть побежали Приучаем ребенку, что Асо Татоши Асо Тагай делать, когда соперник ножки соединил вместе По возможности Теперь мы то же самое делаем, когда ноги широко ставим Вот вам Коучи Гарри Коучи Гарри Коучи Гарри Огоши Коучи Гарри Как и Гурума То есть я уже внутри полосы Мой партнер только передвигается, видите? Вот так Все Не наступая на линию То же самое Теперь, как научить Своего ученика сделать Тая Тоши Передняя подножка Один из сложных приемов координационных Значит Тая Тоши делается, когда тоже Соперник и ноги вместе Становимся вот в такую позицию Из этого можно вырисовать любые другие приемы Это вы уже сами у себя посмотрите на тренировку Знаете, что я делаю? Но моя задача Стать шире ног соперника Да? Это можно делать сначала без захвата Ну С помощью линий Ну Если мы берем захват Тая Тоши Все Я просто прыжком Если без полос Ребенка может возникнуть затруднения Мы говорим Тая Тоши, смотрите как делается И мой партнер сразу встал вот так И я начинаю прыгать вот так С помощью линий Совсем все меняется Мы говорим Встали внутри линии Первый номер Допустим Кто делает Тая Тоши Он должен прыгнуть шире линии Вот он мой Тая Тоши Я уже сделал процент И когда мы уберем Когда он сделает Таких повторений Питок Да? У него уже Мышечная память заполнится И что он должен Прыгнуть шире То же самое когда Пошли ноги Делаем И пол Союнаги Муроко Союнаги Да? Бросок с колен Когда мы вот сюда Прыгаем в колени Там вниз Сюда запрыгиваем Да? Или мы так стоим Сюда заходим Видите? Так стоим Сюда Как угодно Примечаем К этому действию Но это можно только с помощью Направляющих Для ребенка Иначе он может Спутаться И не то сделать Вот давайте Попробуйте Эти Линию Делайте Попробуйте Попробуйте Линию Попробуйте Попробуйте Озбавить Так, смотрите, ребят, вот малыши, сейчас смотрите, где у вас линия. Вот, кто там? Оля, да? А где у вас линия? Смотри, сейчас мы давайте сделаем, чтобы попробовать. Вот такое зададим. Значит, один становится широко, а другой внутри. Взяли захват и повели меня толкабельно назад. Ты должна внутри пройти, а я снаружи. Понятно? Теперь меняемся, широко ноги делай. Теперь меняемся, я внутри прошел, а она снаружи прошла. Все, попробуйте, выходили. Теперь поменяли, поменяли. Вот, вот, вот. И опять поменяли. Давай. 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 Матэ. Попробовали, да? Вот такие передвижения. Теперь можно передвижение немножко изменить. Поднимите пояс. Попробовали. Смотрите. Оля. Иди сюда. Оля становится внутри. Нет, внутри. Я становлюсь рядом с ней тоже внутри. Я должен прыгнуть. Развенуться с стеной. Шире в пояс. Потом прыгнуть. Внутрь. Потом в другую сторону переходит. Два раза. Один раз влево, один раз влево. Теперь Оля. Прыгай. Раз. Два. В другую сторону. Раз. Два. Ну-ка поближе ко мне. Понятно? Да. Давай. Пробуем. Так. Молодцы. Теперь смотрите. Теперь мы уже попрыгали. Теперь усложняем. Стоим внутри. Пояс. Посмотрите. Берем захват. Можно любой захват брать. Два. Два. И прыгаем. Теперь я прыгаю. То же самое. Шире пояса я прыгаю. Спиной разворачиваюсь. Но уже это приучит меня ближе к своему партнеру прыгать. В одну сторону. Теперь он прыгает. А наступил пояс? Значит неправильно. То есть пояс не должен наступать. Понятно? Давайте попробуйте. Что я говорю? Есть? Да. Да. А за бой. У меня там. За бой. За бой. Да? Ого. А ты не что? Нет? Иной. Давай. Вот. Молодец. Вот. Молодец. Садись. А то есть. Ну и последнее, третье задание такое выполним. Это на то, что мы сейчас с вами делали. Оуч и гарри. Зацеплен изнутри. Смотрите. Наш спортивер становится шире линии. Шире линии. И идет назад. Вот. Вот у меня. А я иду внутри. Видите? Ну и смотрите. Я должен в середине пояса, в середине пояса, сделать улопчигай. В середине пояса я делаю улопчигай. Дальше. Понятно? Давайте попробуем. А вот как только получится. Сейчас я сшу отрезал. И давайте еще раз. Как получится? Давай. Ну как получится? Еще так. Правильно надо. Давай отрабатывать и не садились. Давай. Сейчас. Валер, ты должен не... Видишь, неправильно. Не, что должен? Демножки широтные, а ты его вот. Так, вот столкни. Не зацепь меня его. Нет, ты идешь и идешь. Зацепь меня. Давай, не отец. Делай сейчас. Вот. Валер, работай. Валер, работай. Валер, работай. С готовы? Тихо. Валер, работай. Дал Ingiration, в нём правосудии со стороны. Вот. Наши escalade. Вот, вольер, остановимся. Валер. Теперь ты. Вот мы добавили сюда элемент пояса и провели такое упражнение Каждый тренер может доработать что-то свое Внести какое-то изменение, придумать вариант В общем куча приемов с поясами Сейчас давайте мы сделаем упражнение с ленточками Очень популярное тоже упражнение Особенно в Европе очень популярное У нас пара есть, да? В одной паре одну ленточку мы вешаем В одной паре одну ленточку В одной паре одна ленточка Ленточка вешается сзади пояса Кому там нужно еще? Ленточка вешается сзади пояса Вот смотрите, мы повесим ленточку сзади пояса Одну ленточку вешается Кому нет ленточки Задача отняли ленточку Один защищается Моя задача защищаться Только не убегает по всему залу Я защищаюсь А мой паркер должен Я могу Отнял ленточку Молодец Меняемся Теперь я его должен отнять Понятно? Давай, приготовь Снимай Нет, ты его не должен раскручивать Ты его не раскручивай Ты его не раскручивай Ты только защищаешь Да, ты только защищаешь Да, ты только защищаешь Почему залу не бегает А вот определись какой-то уровень Клограмм А ты-то должен забрать Волья Волья ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень популярно, уменьшает травматизм, улучшает координату, выноски перед движением Мы уже не выходим на тайнеры, конечно, бывают, но на речке выходит, они становятся вот так и стоят 2 минуты Здесь же у нас происходит постоянная смена трещинок Постоянная атака, что это шло-шло-шло Давайте ленточки положили И вперед шаг А если не надо, то не надо Да, ну тебя на руку Так Раз Далее, два Три Все, только элементы, можно как бы тоже, при заключении основной части, когда у нас идет самая борьба Да То есть, можно дать три поединка, там, повернуть, вот, с одним одним леточком, по неразогридный счет больше Вот эти движения будут Можно стенка на стенку Можно в процессе дать два поединка Так же можно давать элементы, один атакует, другой защищается Броски только, можно дать элементы, броски только с захватом за поезд Броски только с захватом сверху на спине кима То есть, это можно давать разные варианты Заключение тренировочного процесса Как я и говорил, дети, вы знаете, да? Они, допустим, возбудились И надо немножко успокоить Организовать Ярную систему То есть, вещи и так далее Что можно делать? Во-первых, немножечко Все эти упражнения на растягке Это все элементарно, можно спросить Встали вот так, ножки пошире Максимально, ручки напрягаются И стоим, допустим, в одном положении Они там постоянно Ножки в порядке поделать Вот, потянули Потом, попросить, чтобы Станки торяются Без спины Раз Такое упражнение Вот так Смотрели они Дальше отдыхают Дальше отдыхание мышечное Потом потянули вот так Восемь Девять Два Хорошо, потом можно Попросить Перекаты Просто перекаты По спине Больчоночком Расслабить Пусть и спины Кстати, у меня Перекаты По спине Не расслабляются Пусть и спины Попросить сделать упражнение Березка Такое упражнение Березку Вытягивать Березку Вытягивать Березку Восемь Один из Вариатов Заключительного упражнения Когда уже Полностью Восстановление Называется Какое упражнение Пробуждение Разбуди товарища Допустим, если у нас тренировка Заканчивается Поставление У нас было здесь Сюда Должны все Построиться А тренер Допустим Сидит Ну допустим Разбуди Товарищи Все Ложатся Насколько Закрываем Все глаза Давайте Слушайте меня Ложимся Насколько Закрыли глаза Расслабили Можно Руки под голову Может расслабиться Но обязательно Закрыть глаза Все До тех пор Пока к вам не подойдут И не разлутят вас Вы не встаете Когда вас разбудили Раз Когда к вам подошли И вас разбудили Вы Три Начинаете будить другого А кто вас разбудил Садится На это строение И встает На это строение И просто устроение И делаешь удар Мы сейчас видим Полная тишина Она сейчас прямо Вот смотри Вот я и смотрю прямой удар Видит? Вот прямой Но мне кажется Когда моя нога пошла Вот так Я чуть-чуть И ворачиваюсь Вот Все Иначе получается Другой удар Никаких вот этих Движений Все четко По прямой Последние 15 раз Раз Два Выше Три Дверь 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 Как вы Вышли дверь Дверь Да Если вы правильно сделали Что же сделать без этого? Мы не выжимаем ногу Мы выжимаем дверь Понятно? Выжимаем дверь Раз Завод на уровне пояса Раз Представляете что Дверь открываешь А вы маршите просто на завет Не получите Три Дверь Раз Два Раз Три Шесть Семь Восемь Девять Деся Раз Два Три Четыne Пять Что закончилось? Один Раз Два Это остановка Три Три Дальше Я делал, как и повторяю Здраво Гост日 Связей Дogen Один Дожди Доград 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 Тверд Дет Дет шесть вот удар и все я его отбиваю рукой и в этот момент я его отбиваю сюда сейчас делаем медленный шаг на руках, потом делаем движение это медленный справа, справа я его отбиваю сюда просто убиваю пусть так ты дал и в этот момент как бы толстый талки сюда таким образом я при новом виде самое важное не смотрите по сторонам это все равно разбудит расслабиться а ребенок не останавливается если у него была борьба раз, пять, пять а потом успокаивается и он спокойно вроде и утомленный но спокойно ну вот он он у него и он